10 инвестиционных проектов в Чувашии отстают по срокам реализации, а финансовые средства в рамках республиканской адресной программы освоены почти на 88%. Это по итогам прошлого года. Сегодня данную тему затронуло правительство республики. Мониторинг объектов строительства отразил отставание от графика работ, ввода их в эксплуатацию, освоение денег, заявил на заседании республиканского правительства исполняющий обязанности министра экономики Владимир Аврелькин. В связи с этим предлагается поддержать инвестиционную деятельность на государственном уровне. Проектам закона предлагается создавать при Совете по инвестиционной политике экспертные группы по общественному контролю за реализацией крупно-социально значимых проектов. В целях упрощения процедуры представления инвесторам государственной поддержки предлагается также внести изменения в части сокращения пакетов документов представления инвесторам для получения госгарантий. Правительство одобрило законопроект. Вместе с тем обсудило другую животрепещущую проблему электрификацию новых улиц в этом году. Соответствующая программа началась еще в 2010 году, тогда же заключили госконтракты, но некоторые объекты так и остались незавершенными. По данным Минстроя подвели подрядчики. 23 исковых заявления о расторжении госконтрактов с ними направлены в суд. После исковых заявлений реальное движение с подрядчиками, которым были предъявлены исковые требования, сейчас пошло. Хочется отметить таких недобросовестных подрядчиков, которые не выполнили в свое время свои обязательства. Это стройгрант групп. 8 исков мы сегодня на них подали Сатурнстрой, подано 7 исков. Ну и как бы традиционно у нас уже ТСК Парнас и ООС ТЭП тоже 7 исков. Но думаю, что максимально в 2013 году мы должны подойти к завершению. Те организации, которые мы назвали, они там часть работ сделали. Кто-то столбы выставил, кто-то ПТП поставил. Ну а люди, живущие, соответственно, не получили эти услуги и задают вопросы уже сегодня, ну в первую очередь, на это министерство, муниципалитету, ну и вообще к правительству. Поэтому здесь совместно с Минфином, с Минэком надо активно поработать. Кабинет министров высказался также за создание в Чувашии правительственной противоэпизоотической комиссии, которая будет координировать действия властей и противостоять заразным болезням животных. Напомню, в адрес региона и госветслужбы прозвучала критика от экспертов Минсельхоза. Они рекомендовали улучшить состояние ветслужб в республике. При возможном росте поголовья скота и слабости ветслужб возможны серьезные проблемы. Нужно защищать животных от болезней, иначе вложения окажутся бессмысленными. Почему постановление специальной комиссии где-то блуждало и не было представлено раньше? На вопрос, адресованный руководителю госветслужбы, Иван Маторин, сам же и ответил. Длительное согласование. Ольга Григорьева, Андрей Шоклев, Республика.